Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, мы начинаем новый цикл программ. Это, знаете, как ребенок, который появляется, когда ты уже многое, казалось бы, знаешь, и он точно не первый и такой долгожданный, потому что эта программа абсолютно в этом убежден, с лучшими спикерами страны. Это не просто уникальные врачи, это именно уникальные люди. И называется этот цикл «Вопреки». Сами додумайте, вопреки чему? Убеждениям, вопреки другому мнению. В общем, вопреки. И я с удовольствием хочу вам представить сегодняшнего нашего замечательного врача, которого не так хорошо знают, даже в медицинском мире. Не фамилию, фамилию ее знают многие, а именно кто такой урогинеколог, гинеколого-уролог, или как это правильно, Бердичевская Анна Александровна, урогинеколог, нейроуролог, мы сегодня об этом отдельно поговорим, уролог, действительный член Европейской ассоциации урологов, амбассадор ICS, и еще много-много-много всего. А еще самое главное, что это человек, который постоянно появляется в социальных сетях и проводит уникальный курс, который помогает не только пациентам, но и, что принципиально важно, помогает разобраться врачам. Я хочу сказать то, что со всеми врачами мы знакомы достаточно давно, мы дружим, поэтому нет необходимости делать вид и представляться Анна Александровна. Мы будем сегодня, конечно же, общаться Аня, Константин. Ань, я рад тебя видеть, ты прекрасно выглядишь, и, конечно, первый вопрос... Костя, подожди, спасибо за приглашение. Ты знаешь, насколько сложно тебя было выцепить из всех твоих дел, на самом деле, но, тем не менее, ты здесь. И вот скажи мне, пожалуйста, урогинеколог, я даже когда с урологами или гинекологами отдельно общаюсь, они, конечно, приблизительно понимают, что это такое, но что это вообще за специальность? Ну, начнем с того, что основная специальность у меня урология. В урогинекологию я пришла совсем недавно, примерно 7 лет назад я стала плотно заниматься именно урологическими проблемами у женщин, да, в женском тазовом дне. Урогинекология — это специальность междисциплинарная, которая объединяет между собой знания и урологические, и гинекологические, потому что тазовое дно — это такая вот единая структура, да, у женщины, и мы не можем разделить отдельно заболевания урологические и гинекологические у дам. Мы обязательно должны смотреть вот в едином конгломерате это все. Понимать, изучать, диагностировать и, соответственно, вести пациентку. Слушай, вот в принципе не очень понятно, то есть я правильно понимаю, что ты занимаешься все равно, несмотря на то, что ты исходно урогинеколог, он занимается только женщинами? Урогинеколог — это врач, который занимается урологическими проблемами, проблемами урологической сферы у женщин. Потому что проблемы урологической сферы у женщин тесно связаны с гинекологическими заболеваниями. И, как правило, они протекают в таком вот содружестве, сообществе, поэтому мы должны обязательно разбираться и в гинекологии, и в урологии одновременно, чтобы правильно вести пациентку. Скажи мне, пожалуйста, как пришла эта мысль, поскольку мы все знаем приблизительно тот круг наших знакомых урологов, безусловно, и бесконечно много можно разговаривать про мочекаменную болезнь, и даже про гидронефрозы мы отдельно разговаривали, но в принципе все приблизительно понятно уже, даже с точки зрения лазера, всех современных технологий и так далее. А вот второй момент, на который я так всегда односторожно отношусь, это нейроурология, потому что мне, во-первых, это дико интересно, как терапевту и кардиологу. Я зачастую с этим сталкиваюсь сам, потому что нам нужен диагноз, пациент сам мучается или пациентка. Мы приходим к так называемому, например, нейрогенному мочевому пузырю, и урологи, знаешь, так аккуратненько, ну да, но нет, а вообще это как бы не диагноз. Ну это и не лечится. Вот, это и не лечится, собственно говоря. Как ты к этому пришла? Расскажи, пожалуйста, вообще в целом вот нейроуролог и урогинеколог. А к этому невозможно не прийти. Если рассказывать про личный свой путь, изначально я была обычным урологом в частном медицинском центре, принимала и мужчин, и женщин, но у меня основная когорта пациентов всегда была женщиной. И изначально ко мне женщины обращались с рецидивирующими инфекциями, с циститами, с уретритами и так далее, и так далее, и так далее. А дальше я стала встречать пул пациенток с абсолютно нормальными анализами, но с нарушениями мочеспускания. Кроме того, ко мне приходили женщины с различными видами, типами недержания мочи. И иногда это не классическое стрессовое недержание мочи было, да, когда покашляла и мочу потеряла. А это и другие эпизоды недержания мочи, другие причины. Я тебя разочарую, ты просто настолько уже в теме, когда ты говоришь, что это классическое стрессовое, к сожалению, для пациентов, еще раз подчеркнуть, для многих врачей, это не классическая история. Ну, для многих врачей, кто в этой теме не глубоко, скажем так, в эту тему не погружен глубоко для урологов, недержание мочи, оно бывает двух типов. Стрессовое, когда пациентка покашляла, мочу потеряла, да, и врач говорит, вам надо ставить петлю, у вас слабость мышц тазового дна. И ургентное недержание мочи, которое происходит на позыве, когда пациент, человек, человек, не добегает до туалета, просто элементарно. Все, дальше идет полная тьма для урологов, ну, это по моим личным наблюдениям. И у меня таких пациентов было очень много, женщины в основном. Ну, я врач женского пола, естественно, женщине более комфортно. Какого-то сейчас сказал, я врач женского пола. Да, с яйцами. Безапелляционно, да. То есть им можно доверять. Вот так. Да, мне можно доверять. Здесь и по национальному признаку, да, пациентки приходили, имеется в виду по культурным каким-то своим особенностям. Но не могут они, женщины, да, определенных национальных конфессий прийти к врачу-урологу-мужчине. И поэтому у меня всегда был большой поток женского, вот, женского контингента. И стали приходить вот эти непонятные пациентки, и мне нужно было их довести, разобраться. У которых с анализами все хорошо? У них все с анализами хорошо, либо какие-то странные задержки мочи и спускания. Я, честно говоря, будучи молодым урологом, всегда думала, что задержки мочи и спускания возможны только у мужчин. А тут оказывается, что нет. Задержки мочи и спускания возможны у женщин. Причем в большинстве, знаешь, когда вызываешь в отделении терапии кардиологии к женщине, говоришь, задержка мочи, первое, что уролог говорит, в смысле? Да. В смысле? Да. Вы сейчас о женщине говорите? Точно, да. Вот, понимаешь? Вот я почему говорю, что ты настолько нужный специалист, который все это объясняет. Я говорю, да, в смысле да, у женщины задержка мочи. Да. И это нормально, ребята, вы урологи как бы, а для них это тоже не очень понятно. Есть женщины, которые страдают этим годами, и есть женщины, которые на фоне этой хронической задержки мочи имеют недержание мочи. Вот этим занимается урогинекология и нейроурология. Моя задача разобраться, почему так? Слушай, у нас сегодня будет отдельная рубрика, она очень интересная, в силу времени, она называется «За деньги, да?». Вот, это же, понимаешь, приходят вот эти пациенты. В чем уникальность определенной когорты тех людей, которых я приглашаю? То, что, понимаешь, они могут себе позволить при нормальных анализах сказать пациенту «вам не ко мне» или «вам вообще не надо лечиться». Это же настолько сложно, особенно сейчас, даже не в коммерческих клиниках, а очень многих, поскольку, понимаешь, это же не очень интересно. Лечить-то не надо. Вот, это почему про деньги, мы сегодня тоже поговорим непременно. Но история, знаешь, другая. Я вот как раз вспоминаю, я совсем недавно был в Ингушетии и вновь сейчас туда поеду. Там огромное количество девочек, у которых вот эта проблема, они не знают, куда обратиться. Там, в принципе, в северо-кавказских регионах достаточно большие проблемы с медициной. А вот когда с этим они сталкиваются, они даже не знают. И я, знаешь, я очень рад, что мы сегодня можем поговорить вот про, во-первых, недержание мочи, безусловно, какие это проблемы, почему есть такое понятие, как стресс-индуцированные вещи, и как, и что с этим делать, собственно говоря. И самая большая проблема, ты знаешь, я каждый раз вспоминаю, это, конечно, и даже, на мой взгляд, она сложная, это тазовая боль. Потому что вот все то, что касается боли, особенно если покопаться, будь то, если мы говорим про головные боли, да, вот мы к цифологологу обращаемся, или мы говорим про боли в спине, и вот это распространенное, позволю себе это слово, идиотское понятие остеохондроз. И вот хочу понять, прежде всего, давай начнем с недержания мочи. Причины основные, диагностика и что с этим делать? Вот так вот, прям пошаговая инструкция от Анны Бердичевской. Ну, начнем с того, что недержание мочи существует на сегодняшний день, да, несколько типов и видов недержания мочи. Первое мы с тобой уже упомянули, это стрессовое недержание мочи. Когда женщина теряет мочу при физической нагрузке, кашле, чихании, при прыжках, да, во время занятий спортом, соответственно. Иногда даже при изменении положения тела. И в данном случае мы всегда говорим про слабость связочно-мышечного аппарата тазового дна. Второй тип недержания мочи, мы с тобой тоже его сейчас упомянули, это ургентное недержание мочи. Когда недержание происходит на пике позыва, то есть человек хочет мочиться, не удерживает мочу и, соответственно, это заставляет его либо быстренько-быстренько искать туалет, либо, соответственно, теряет некоторое количество мочи, иногда полную порцию. Это состояние в урологии, в урогинекологии называется гиперактивный мочевой пузырь. И оно никак не связано с состоянием мышц тазового дна. Если в первом случае мы теряем мочу, то есть пациент наш, женщина, мы, женщина, теряем мочу в результате слабости мышечно-связочного аппарата, то при гиперактиве механизм формирования этой патологии, он заключается в том, что сам мочевой пузырь начинает неадекватно реагировать на определенные объемы наполнения и внезапно сокращается. То есть наши низы воспринимают это как позыв к действию, раскрываются, и пациент теряет мочу. Иногда давление детрузера, это мышца мочевого пузыря, бывает настолько высоким, что практически весь объем мочи, соответственно, человек, пациент, женщина, мужчина, у мужчины тоже может быть гиперактивный мочевой пузырь, теряет. У нас есть так называемая ишурия парадокса, или недержание мочи при перене. Я очень ждал этого, когда ты скажешь. Да, недержание мочи при перенаполнении, его очень часто путают со стрессовой формой недержания мочи, и неоднократно меня на консультацию приглашали гинекологи, Анна Александровна, надо петлю поставить, посмотрите, а я понимаю, что у человека нет стрессовости, у нее моча вытекает самопроизвольно, из-за перенаполнения мочевого пузыря, из-за того, что, ну, соответственно, причин хронической задержки у женщин тоже может быть несколько, так же, как и у мужчин, там немножко разные истории в отношении женщин и мужчин, да, недержание мочи при перенаполнении. Когда моча ищет выходы, где она ищет выходы? В мочеточнике, это рефлюкс, да, и она ищет выход, соответственно, через уретру. Поэтому, еди в вас, жидкость не сжимаема, мочевой пузырь не может растянуться до неимоверных размеров, когда чувствительность снижена, пациент не ощущает, соответственно, теряет мочу. Такое часто бывает при нарушениях анатомии органов малого таза. При снижении чувствительности самого мочевого пузыря, то есть человек не чувствует, что он наполнен, да. Такое часто бывает при повышенном тонусе мышц таза во дна и сфинктерного механизма, когда здесь есть абструкция внизу, у женщин тоже бывает абструкция внизу, не только у мужчин аденома пристательной железы мешает мочиться. Соответственно, это состояние, оно распространенное достаточно, особенно у женщин пожилого возраста, после 65-ти. Еще один вид недержания мочи – это стресс-индуцированное недержание мочи. Стресс-индуцированное недержание мочи никак не связано со стрессовым недержанием мочи. Вот эти два понятия нужно четко различать. Стресс-индуцированное недержание мочи – это человек покашлял, возник позыв, и после этого потеря мочи. И здесь, в данном случае, терапия будет немножечко другая. Если мы поставим вот такой пациентке петлю, например, выполним ей оперативное лечение по поводу стрессового недержания мочи, мы можем просто ей не помочь. Ну, как вариант. Как вариант. Мы можем ей не помочь. Есть стресс-индуцированное недержание мочи – это повышение давления в ДТРУ за ра. Не слабость мышц тазового дна в данном случае играет роль, хотя эти два механизма могут быть объединены. Это такая сложная достаточно история. Я кашляю, после этого я теряю мочу. Но не на фоне кашля, а на фоне позыва. То есть мышцы-то справляются со своей работой. Возникает после этого позыв. Вот тот самый ургентный, классический, как при гиперактиве. У него может быть более низкая амплитуда, но так или иначе… Вот мы это вот все как ЭКГшки читаем, да, на уровне динамик. Стресс-индуцированная гиперактивность ДТРУ за ра – это недержание мочи при смехе. Jingle incontinence. И стресс-индуцированная гиперактивность ДТРУ за ра – это недержание мочи при… Как думаешь сам? Вот смотри. При слезах. Не при слезах. При слезах все вытекает отсюда. Почему? Сначала посмеялся, потом поплакал. Кость, стресс-индуцированная гиперактивность ДТРУ – это недержание мочи во время оргазма. Тот самый сквирт. Ага, да ладно? Да, тот самый сквирт. Стресс-индуцированная гиперактивность ДТРУ – это внезапное сокращение ДТРУ на фоне возбуждения и, соответственно, выделение некоторого количества мочи. О как! Недержание мочи во время секса – это стрессовая форма недержания мочи за счет смещения уретры, потому что, соответственно, связочно-мышечный аппарат в данном случае слабый. Все не так просто, как кажется, честно говоря. Согласна. И когда женщине вообще в принципе, ты знаешь, ведь девушка, девушка именно, потому что такие ситуации, ты знаешь, складываются и в 35, и в 40, и в 45, и это не 65 лет. Увы, вот обращаются, я-то просто знаю, к кому обращаться, поэтому кому сразу направлять. Но, ты знаешь, это вот такая же неудобная история, как, например, для мужика, для мужчин. Эректильная дисфункция, хотя они не понимают, что это на самом деле чудовищная проблема, с которой надо разбираться, и что на самом деле они потом окажутся у кардиолога как раз, если они не будут вовремя, они обратят на это внимание. Что, вот поясни, пожалуйста, максимально языком простым, что этого не надо, во-первых, опасаться, вернее, может быть, и стоит это опасаться наоборот. Вот, и когда нужно обращаться? Ну, бывает, знаешь, ну, вот раз что-то произошло, условно говоря, в спортзале, даже вот эти ролики, которые, посмотри, пожалуйста, у меня там сзади все в порядке, когда там девочка девочке говорит, ну, случилось и случилось. Сколько раз должно повториться, условно говоря, какие симптомы должны проявляться постоянно, чтобы девочка, женщина на это обратила внимание? Ну, во-первых, начнем с того, что женщина каждый год должна проходить чекапу гинеколога. И если мы говорим... Вообще, с какого возраста? С 18 лет, как начинать жить половой жизнью. А если она начинает жить с 14 лет половой жизнью? С 14, значит, начинает проходить чекап. Ну, то есть, по-хорошему, это тоже еще такой очень важный общественный момент, то, что не надо скрывать и стараться, вернее, маму, чтобы была в контакте с дочерью, например. Мама должна быть в контакте с дочерью, она не должна называть влагалище писей, или пипирочкой, или там вишенкой, бусинкой. Вещи называть своими именами и дать какое-то сексуальное воспитание ребенку. Объяснить, что будут менструации, что это такое, и так далее, и так далее. Вот моей дочери сейчас 8 лет, мы с ней разговариваем на эту тему. Что это абсолютно естественно, и что девочку надо готовить к будущей жизни. Да, мы говорим про правила мочеспускания, потому что вот недавно у моего ребенка произошла ситуация, когда она с учительницей не выпустила в туалет на уроке. По какой причине? Да, вот просто по такой причине, что она посчитала, что ее предмет важнее, чем желание ребенка сходить в туалет. Это не важно, тут дело не в этом, а дело в том, что после этого маленькая девочка получает стресс, и на этом фоне возникают вот те самые дисфункции, которые мы потом лечим в более старшем возрасте. То есть она это запоминает? Нет, она это запоминает. Механизм запоминает это или нет? Организм это запоминает. Вот, вот, да. На фоне стресса. Ребенок нервничает, у ребенка произошла стрессовая ситуация, она замкнулась, после этого не смогла помочиться в туалете. И если вот я как мать-врач, да, я с ней там обсудила, поговорила, мы поняли все проблемы, все причины, мы поговорили, как правильно писать, как садиться на горшочек, как решить этот вопрос и что делать, то многие мамы даже не знают о том, что такое происходит. Ну, дети просто не говорят. Слушай, ну это ведь абсолютная правда. И вот вчера, я прошу прощения, перебила тебя, вот у меня вчера была такая пациентка, девочка, 24 года, которая не живет плавой жизнью, имеет недержание мочи при физической нагрузке, имеет задержки мочи спускания, имеет боль в промежности. Почему? Когда я начала раскрывать и разбирать вот этот весь клубок, разматывать, мы вчера с ней два часа были на приеме, два часа мы провели с ней, я ей вчера вот с ног до головы. Изначально стартом ко всему этому была такая же причина. Учительница не выпустила меня в туалет, я перенервничала, после этого я пошла вообще на туалет и не смогла там сходить. То есть это был триггер еще тогда? Это был триггер, после этого у нее сформировался так называемый стеснительный мочевой пузырь. Она перестала нормально вочиться на работе, в школе, в институте. Проблема в том, у человека, что она ходит с переполненным мочевым пузырем до тех пор, пока не дойдет до туалета домашнего. С ума сойти. Вот это все было заложено еще тогда в школе, в детстве. У нас у всех абсолютно разная реакция на стресс. Кто-то забьет на эту училку, вот как мой сын, например, скажет, да иди ты, и сам выйдет и пойдет и сделает все, что ему нужно. А девчонки, они более такие емкие, что ли, ответственные, они более эмоциональные. И, конечно, они больше стрессуют. И передо мной сидит абсолютно спокойный человек. Но когда я ей говорю про тревогу, она говорит, да, я очень тревожна. Слушай, слушай, ты знаешь, давай сейчас остановимся, потому что ты говоришь про очень важное правило. Я хотел бы это подчеркнуть сегодня, поскольку, ты знаешь, у меня в свое время, я обратил внимание, когда была история связана с Южной Кореей, их отношение к тому, как человек должен писать, какать и так далее. То есть, что это абсолютно нормально. Отчасти такая же история в Японии существует. Вот это принципиально важно, поскольку, ты знаешь, какие-то есть заскорузлые вещи, вот которые надо менять, просто необходимо менять с точки зрения, но это неэтично, дескать, это как-то вот неправильно. А как мы на это обращаем внимание? Вот давай мы с тобой сформируем правило, про которое ты по большому счету сказала. Это обязанность родителей раз, наверное, потом уже общество к этому абсолютно относится нормальная, правильно понимаю? Конечно. То есть, надо ребенку это объяснять, и чтобы не было никакого стеснения абсолютно ненужного. Конечно. Которое в нас вырабатывается и потом прорабатывается с психологами многие годы, я так понимаю. Конечно. Еще и с урогинекологом. Да. Слушай, супер пример на самом деле. 24 года, какая-то катастрофа, и два часа на приеме получается. Да. Ужас. Давай дальше. Все-таки, вот с точки зрения диагностики, к тебе приходит пациент, ты все более-менее выясняешь. Я так понимаю, что ты еще работаешь, конечно, отчасти мы все работаем психологом. И хочу подчеркнуть то, что, наверное, в 21 веке в медицинском университете надо на психологию больше внимания обращать в правильном смысле слова, потому что сейчас психологи все подряд, а в медицинском университете, как раз, психологии практически нет, к сожалению. И ты вот работаешь и психологом, разумеется, чтобы разобрать этот клубок. И потом, естественно, ты уже по основной специальности работаешь урогинекологом. Как дальше происходит диагностика? Это только сбор анамнеза или потом какие-то инструментальные, лабораторные методы? Обязательно, это сбор анамнеза. Во-первых, первые 5-10 минут приема своего, который длится у меня час, это нестандартный 15-минутный, 30-минутный прием, это минимум час. Я посвящаю тому, что я просто слушаю человека, потому что он заходит ко мне, чтобы выговориться, высказаться. Вот я сижу, вот как-то, и слушаю. А потом задаю наводящий вопрос, собираю анамнез. Собираю анамнез, изучаю какие-то обследования, изучаю предыдущие линейки терапии. С чем ко мне вообще пациент пришел? 250 тысяч обследований, как правило. Да, это просто не просто, одеяло такие, знаешь, какие-то рулоны ненужных обследований, ненужных анализов. Но самое ужасное не в этом. Дело все в том, что это огромные списки ненужных назначений препаратов, которые к доказательной медицине не имеют никакого отношения зачастую. Ну, это отдельная тема, наверное, для отдельной передачи. Вот, это, мне кажется, прям надо, знаешь, такой баттл интегративный и доказательный. Идра, посадить. Ты знаешь, мы этот баттл непременно сделаем, но учитывая, что у нас программа рассчитана на всех, и на врачей, и на пациентов, мы сейчас немножко не будем говорить. Я единственное, что подчеркну, когда мы произносим доказательная медицина, мы понимаем, о чем мы говорим, потому что очень много тоже популизма со стороны evidence-based medicine, на самом деле. Люди некоторые вообще не имеют никакого отношения к доказательной медицине, но поскольку это модно, они все говорят, что они все доказательные врачи. Поэтому будьте аккуратны. Это тоже такая очень тонкая грань. И давай дальше. Вот лабораторные методы обследования. Поговорили, изучили анамнез, все стандартно. Дальше мы переходим обязательно к нейрофизиологическому обследованию. Нейрофизиологическое обследование, мое в данном случае, оно заключается в том, что я оцениваю осанку, если мы говорим про тазовую боль, в том числе. Да, если уж мы говорим про вот этот вот нейроуропельвиоперинеологический осмотр. Да, так сложно я выразила. Короче, осанка, походка, как человек сидит. Ну, цвет глаз. Цвет глаз, это ты, наверное, у своих пациенток оцениваешь. Я смотрю состояние верхней челюсти и состояние верхнечелюстных суставов и мышц. Да, странно, зачем это урогинеколог делает, потом отвечу на этот вопрос, если это интересно. А давай прямо сейчас, подожди, подожди, давай прямо сейчас. Все дело в том, что когда пациент с тазовой болью приходит ко мне на прием, начинает рассказывать мне жалобы, я собираю анамнез, и я вижу, как пациент сидит, например, занимает вынужденное положение тела, да, я смотрю челюсти, я уже понимаю, что я его вижу в тазу. Потому что все вот эти спазмы, они не могут существовать только изолированно в тазу. А тебе никто не задавал вопрос, а вот точно не остеопат? Нет, я не остеопат, и мне никто не задавал вопрос. Я не занимаюсь остеопатией, но я занимаюсь диагностикой. Понятно, так. И у многих моих пациентов есть спазм мышц височно-нижечественного сустава. Тревога, боль, постоянное вот это вот стискание зубов на фоне беспокоящих их болевых ощущений. Это ожидаемая, в принципе, ситуация, ничего удивительного, да, если логически подумать. Вот мне вот любопытно, часто ли челюстно-лицевой хирург, когда все это видит, да, проблему с нижнечелюстным суставом, отправляет, например, к урогинекологу? Я первый раз про это слышал, честно тебе могу сказать. Нет, подожди, ну урогинеколог, я же сижу не для того, чтобы всем гипертон в тазу ставить. Я понимаю, да. Дело не в этом. Если человек что-то беспокоит, он сам придет или будет направлен другим специалистом. Мы не лечим повышенный тонус в тазу, мы лечим жалобы, мы человека лечим. И если у него здесь спазм и боль, а там все спокойно, ну зачем я туда полезу, простите, да? Очень много пациентов, очень много людей, точнее, имеют мышцы, часть мышц может быть перенапряжена, например, правая сторона, да, за счет чего? Или левая сторона, за счет чего? Правая сторона все время работает, мы ведем машину, мы как-то сидим, вот привычка вот это вот сидеть, да? Потому что нагрузка идет на левую сторону. Переседу, пожалуй. Нагрузка идет на левую сторону, соответственно, левая сторона будет более плотная, более спазмированная, более ригидная. Но если человеку ничего не беспокоит, зачем это лечить? Поэтому пластический хирург вряд ли тебе ответит на вопрос, ходит ли его пациент к урогинекологу, вряд ли они ему об этом доложат. Ну, послушай, как забавно было, пациентка приходит, говорит, слушайте, мне тут нос надо сделать, с челюстью какие-то проблемы, и он такой, а как с мочеиспусканием у вас? Ну, это же забавно будет, да? Слушай, ну я, например, спрашиваю, бывают ли головные боли, бывает бессонница, потому что это действительно имеет самое что ни на есть прямое отношение к тазовой боли. У пациента с тазовой болью и бессонница, и головная боль напряжения, да, спазмы мышц шеи, это все у них присутствует. Нейрофизиологическое обследование заключается в проведении различных тестов на, соответственно, болезненность, тонус, триггерные точки в регионарных мышцах, не только в тазу, да, мы смотрим и переднюю стенку живота, если знаешь, такой тест Корнета, да, определяем наличие триггеров, определяем наличие болезненности, дифференцируем органную боль с функциональной болью. То есть он говорит, у меня болит живот, но ты начинаешь смотреть живот и понимаешь, что это не живот болит, это мышца болит, это триггер болит, а дает отраженную боль в какой-то орган, который указывает нам пациент, да. Мы обязательно смотрим подвздошно-поясничные мышцы, да, подвздошно-поясничный мышечный комплекс, мы обязательно смотрим ягодичные мышцы, мы обязательно смотрим все мышцы бедра, отводящие, приводящие, грушевидные. Мы делаем тесты, пробы, смотрим ноги, крутим, вертим. Я думаю, что неврологи меня поймут вообще, если кто-то слушает, о чем я говорю. Это нейрофизиологический стандарт осмотра. Мы смотрим чувствительность кожных покровов на предмет гиперчувствительности, аллодинии, или наоборот, снижение чувствительности. Потому что все мышцы нашего кора и нижних конечностей имеют непосредственную связь с мышцами тазового дна. Мы не можем изолированно смотреть только тазовое дно. И вот когда ты говоришь, как ты пришла к урогинекологии, когда я начала лечить мочевые пузыри и циститы, я поняла, что мне этих знаний недостаточно для того, чтобы помогать женщине. Потому что циститы и проблемы с мочевым пузырем у женщины наиболее часто возникают на фоне уже имеющихся гинекологических проблем. Если я ей не помогу и там, и там, а направлю к гинекологу, который ничего не поймет, скажет, да, это курологу. И вот так мы будем гонять пациентку. Я, соответственно, потеряю человека. Ну, потеряю пациента, я не смогу помочь. Вот настолько, насколько сейчас, на каком уровне это сейчас работает. Поэтому мне пришлось просто погрузиться в гинекологию. Мне пришлось погрузиться в нейроурологию для того, чтобы понять, а почему происходит у моих пациенток нарушение мочеспускания. Мне пришлось погрузиться в неврологию для того, чтобы понять, а почему у моих пациенток происходит тазовая боль, и как ее выявлять, как ее диагностировать, как смотреть, какие паттерны боли, да, у данной конкретной пациентки. Соответственно, я врач, который назначает антидепрессанты. Я понимаю это. Я назначаю антиконвульсанты, антидепрессанты, миорелаксанты. Сейчас неврологи такие, наш хлеб ест, кошмар. Я лечу хроническую боль. Я не ем хлеб неврологов ни в коем случае. Я назначаю те препараты, которые я могу назначить в рамках своей компетенции. И если я что-то не понимаю, у нас есть целая команда. У меня огромная команда. Я очень горжусь. У нас очень дружное сообщество. Неврологи, гинекологи. Я, например, вот эндометриоз для меня это такая тема. Я могу поставить диагноз, я могу его найти, я могу его предположить. Но дальше гормоны и вся эта история, это уже занимается гинеколог. Психотерапевты, мануальный терапевт, физический терапевт. Это вообще моя правая рука. И мы работаем все в команде. Мы одного пациента можем вести втроем, вчетвером. Гастроэнтерологи обязательно. Я никогда не буду лечить СРК. Я могу предположить, я могу попросить помощи у гастроэнтеролога, понимая, что пациенту с тазовой болью нужно лечить и кишечник, и гинекологию, если есть этот паттерн, если есть этот фенотип боли. И мышцы, и мочевой пузырь, и инфекцию. Вот если человек все собрал в своем, вот в одном флаконе, соответственно, я подключаю специалистов. Я никогда не работаю одна. Но я могу поставить диагноз, а дальше, конечно, мы друг другу помогаем и вместе ведем пациента. У нас команда. Ты знаешь, так оно и должно быть, когда мы рассуждаем про различные команды, которые сейчас существуют. Ну, понятие хак-тим, это уже более-менее стало понятным, то, с чем я работаю, например, когда мы делаем какие-то малоинвазивные, достаточно сложные операции, когда это команда из пяти, а иногда и восьми человек, например. Или когда вот я в отделении терапии, это целая команда, соответственно, когда я могу всем позвонить, там, в том числе и тебе, или там, если мне нужен ревматолог. И зачастую это бывает и 8, и 10 человек, на самом деле. Я к чему все это говорю? Ты сейчас пояснила очень здорово, знаешь, таким абсолютно понятным языком для пациента, когда они говорят, да что вот эти врачи, собственно говоря, вообще во что они превратились? Вот раньше был нормальный кардиолог, все лечил, а сейчас какой-то аритмолог, антигипертонзиолог, липидолог и так далее. Есть, конечно, вот какие-то нюансы, которые действительно, ну вот уже через край, например, на мой взгляд, тот же самый лепидолог, конечно, прежде всего это кардиолог нормальный. И здесь, в твоей ситуации, конечно, это полноценный уролог, это полноценный гинеколог, это человек, который сформировался в очень тонкую материю, понимаешь? Когда ты говоришь про, в том числе, антидепрессанты, которые у нас боятся как огня почему-то, я их тоже совершенно спокойно назначаю, причем совершенно разные. Я тебе больше скажу, боятся не только пациенты, боятся и врачи. Врач боится назначить пациенту препарат из группы антидепрессанта, антиконвульсанта. Но если врач боится, то, соответственно, и пациент забоится. Но если мы четко объясняем пациенту, для чего это ему нужно, как правило, диалог открытый, конкретный. Ну и потом, есть такая кало-кембриджская модель общения с пациентом. Мы не можем же настаивать, привязать человека к креслу и сказать, вам надо пить антидепрессанты. Human to human. Да, вот. Здесь, в данном случае, у наших пациентов всегда есть выбор. У наших пациентов всегда есть выбор. Мы же не просто еще, я хотела дополнить, мы не просто проводим стандартное гинекологическое обследование на кресле. Мы все эти мышцы, которых более 10 в тазу мышц, мы их все изучаем пальцами. Мы смотрим состояние каждой мышцы, их работы. Мы проводим тесты, дыхательные тесты. Мы учим человека расслаблять эти мышцы уже на осмотре. Вот. И, соответственно, мы находим точки болезненные, да, половой нерв. Какую он по литру симптомов дает? Задержки мочеспускания тоже может дать на фоне боли. Слушай, ну вот ты знаешь, дальше, по большому счету, я не вижу никакого смысла говорить про какое-то полноценное лечение и так далее, потому что я основной, основную фабулу лично я понял. И думаю, что наши зрители тоже ее понимают, то, что надо найти специалиста, прежде всего, который уже поможет с этой проблемой. Давай знаешь, о чем еще поговорим? То, о чем не принято говорить. Сейчас можно поставить плашку 18+, и эту плашку ни в коем случае как раз стоять не стоит, потому что мы уже обсудили, что об этом надо говорить в том числе и детям. Боль во время секса. Женщины же тоже очень часто об этой проблеме не говорят. Это проблема, когда это является проблемой, когда это, в общем-то, и не проблема. Это всегда проблема. Это всегда проблема, поскольку боль это всегда проблема. Боль это всегда проблема, конечно. Но вопрос в том, что у нас менталитет женщины такой. Вот я, ну, часто езжу на различные международные конференции, общаюсь там с докторами. Менталитет европейской женщины, когда у нее болит, она будет паниковать. У меня боль во время секса. Ой-ой-ой, ай-ай-ай, что мне делать? Срочно побежит в врачу, гинеколога выяснять, а что происходит? Менталитет наших женщин. Ну, я думала, это нормально. Мама говорила, что у нее тоже так в молодости было. Пройдет через 15 лет. Да, но на самом деле, коллеги в центре, кто нас смотрит, секс – это тот процесс, от которого вы должны получать удовольствие и более ничего. Записали? Удовольствие. Секс – это процесс, от которого вы должны получать удовольствие и больше ничего. И более ничего. Ну, и детей, соответственно. Да, принято. Воспроизводить потомство. Симптоматика во время секса, которая, соответственно, мешает вести половую жизнь, вы не можете расслабиться, отключиться. Боль на входе, боль в области вульвы, боль во время полового контакта – это все неправильно, этого быть не должно. Опять же, говоря о проблемах детей, говоря вообще о детях, каждая мама должна понимать и знать, как подготовить свою девочку, в данном случае девочку, к первому половому контакту. Объяснить ей, что, ну, во-первых, предохраняться. Не только носить с собой презервативы, слава богу, если это скажешь, то это хорошо. Объяснить ей, что, возможно, боль, и поэтому нужно, чтобы девочка постаралась ослабиться во время введения полового члена, чтобы она сама контролировала введение полового члена во влагалище, особенно при первом половом контакте. И обязательно использование смазки, лубриканта, и даже иногда средств ледокаином. Ну, понятно, что от первого секса мы не испытаем больших удовольствий. Слушай, вообще-то такие вещи говоришь, крамольные, лубрикант вообще. У нас взрослые люди-то не знают, что это такое, а ты тут про детей говоришь. Я не про детей, я про подростков говорю, которые вступают в половую жизнь. Чтобы первый половой контакт прошел наиболее мягко, они должны понимать, что первый половой контакт не может быть неболезненным, но минимизировать боль мы можем, объясняя, что нужно большее количество смазки, что нужна определенная поза. Обо всем об этом мы говорим с нашими пациентами. Ну, у меня пациенты 18+, поэтому кто Вирка, мы обязательно. У меня обязательно на эту тему разговоры, обязательно, как минимизировать боль во время половой контакта, даже те, кто не Вирка. Слушай, ну, как ты думаешь, может быть, прямо вот сейчас, поскольку у нас абсолютно правдивая программа во всем и прозрачная, может быть, даже что-то такое сделать, какую-то программу нам записать в будущем именно для детей? Ведь, понимаешь, в чем проблема? Я очень многих мам знаю, они совершенно замечательные женщины, но вот они так воспитаны, они так уже воспитаны, им это неудобно, они не могут этого сделать. И вот они бы, наверное, были бы, слушай, в восторге от того, что есть такая Аня Бердичевская, которая способна это рассказать для детей. 18+. Кость, ну, я думаю, что все, что, как говорится, полезно, все востребовано. Все понятно. Просто, ну, это действительно любопытно, на самом деле. Это действительно любопытно, это важно. И просто, ты знаешь, когда мы говорим, казалось бы, о таких простых вещах, мы два взрослых человека, а там это дети и даже 18, 20, 23, 25, это тоже дети еще по большому счету. Это тоже дети. И, понимаешь, ты говоришь сейчас такие простые вещи, казалось бы, я вспоминаю сериал «Триггер», да? И вот как можно триггернуть человека, если он получил вот от первого, казалось бы, соития, когда это должно быть, как ты правильно говоришь, удовольствие, даже через боль первую. Но это что-то новое всегда, это новое ощущение, это любовь, прежде всего, и так далее. А он выходит с этим ощущением дикой боли, он это, вероятно, запоминает или она, и это становится проблемой. Конечно, дальше страх, боль, спазм. Страх, боль, спазм. Тревога по поводу предстоящего секса. Это как такой замкнутый круг. Отсюда мы имеем пациенток с вульварной болью, с хронической вульварной болью, с диспариунией. Поясни, пожалуйста, для... Боль во время полового контакта. Любого генеза, боль во время полового контакта, диспариуния. Вульварной болью, хотя на сегодняшний день все медицинское мировое сообщество пока не пришло к мнению, что причины вульварной болью это какая-то психическая травма, но так или иначе большинство женщин имеют ее в своем анамнезе. Если правильно поговорить с пациентом и расположить его к себе, они не расскажут. Ты знаешь, на самом деле мне все стало по полочкам, и спасибо большое, что ты все это прояснил. Но у нас есть еще целый ряд вещей любопытных вокруг да около медицины, так или иначе, которые, конечно, я тебе с удовольствием задам вопрос, поскольку я говорю, что у нас приходят не просто уникальные врачи и специалисты, у нас приходят и уникальные люди в эту студию. Ну, ты знаешь мою излюбленную тему. И сейчас у нас рубрика «Гори скорее, проклятый жир». Так, как! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Потому что, знаешь, многие такие, ну нет, ну как бы мне так удобно, я так хочу жить, и это вообще не проблема. Для меня, как для кардиолога и диетолога, это чудовищная проблема. Но я хочу мнение другого специалиста послушать. Чисто житейский, эстетический и как врач. Чисто женский, да? Взгляд на вещь. Я, ну здесь немножко, наверное, про психологию. Я придерживаюсь того мнения, что если ты любишь себя, ты любишь свое тело, ты его бережешь и заботишься о нем. И главное, подходя к зеркалу, чтобы это тело в любых его формах, в любых его видах было любимым, соответственно, ты будешь заботиться о нем. Это что касается психологии. То есть мы, женщины, мы можем в течение жизни, тело у нас меняется, да? У нас могут быть растянутые животики, у нас может быть изменение со стороны грудных желез, да? Когда мы рожаем детей, кормим их грудью. Многие женщины очень сильно депрессуют из-за этого, страдают. Лишний вес после родов, да? Изменение со стороны веса на фоне менопаузы, да? Когда нам более сложно бороться с этим лишним весом. Так вот, самое главное, ничем не бороться, а принять себя. Если мы говорим про эстетический момент. Принять себя, любить себя, вы самые лучшие, самые красивые. Люби себя, наплюй на всех. И будешь ждать тебя успех, кормить себя вкусной едой, полезной едой. Давать своему телу движение, жизнь, не для того, чтобы похудеть или добиться каких-то стандартов, а для того, чтобы вдохнуть в него просто здоровье. Это у меня такая политика. Это был мотивирующий спич Анны Бердичевской о том, что кушайте вкусную еду, полезную. Полезную? Вы ее сначала найдите, вкусную, полезную еду, а потом мы поговорим. Да, ну, хорошо, принимаю. На самом деле, это проблема. Ты знаешь, сделать вкусную и полезную еду, это не так просто, как кажется. Это тоже целое искусство. Потому что, на самом деле, ты знаешь, когда люди сталкиваются с диетологией, когда есть, например, хорошие возможности, действительно, она может быть и вкусная, и полезная. Когда, например, средств мало, и вкусная, и полезная, здесь есть сложности. Диетология, это уже, наверное, вот если очень сильно углубляться. Но я думаю, что каждый человек может отказаться от гамбургеров, от быстрых углеводов, от хлебушек, булочек и всего остального. И с удовольствием перейти на сельдерей. И будет вам счастье. Ну, почему ты все утрируешь? Ну, причем тут сельдерей? В общем, это дело, выбор каждого. Хорошо, я принимаю. Если мы говорим про эстетические моменты. Да, формировать свое тело, заботиться о нем. Но, вот я на своем примере хочу сказать. Мы пока про эстетический момент не хотим. Хотя, наверное, сейчас мы перейдем к вопросу о здоровье. В свое время я занималась очень много бегом. Ты знаешь, я пробежала марафон. И посвящала каждый день беговым тренировкам. После этого я забросила спорт где-то на 6 месяцев. Было много работы, проектов и так далее. Я подумала, ну ладно, завтра, послезавтра затянулось. Так вот, когда я забросила бег, когда я забросила регулярные тренировки, я стала болеть. Я стала поправляться. У меня появился, ну, я не могу менять все время гардероб. Впервые за несколько лет мне пришлось втискиваться в джинсы. Я бы не сказала, что это большая для меня была проблема. Но мне это не понравилось. Но даже не это мне не понравилось. А то, что я за 2 месяца заболела раз в 3, наверное. У меня случается поломка со спиной, боль, которая беспокоила меня 3 недели. После чего я забила на все свои какие-то вопросы, на которые можно забить. Пересмотрела свой скеджул ежедневный и начала тренироваться. Я вышла из болевого синдрома, немножко потянула тело. Перестала жрать на ночь и заедать стресс. Не обязательно для этого покупать авокадо или красную рыбу. Абсолютно верно. Просто вырезать какой-то прием пищи перед сном. Перестала сжать булки, пирожки, пироги. Я еще нахожусь не в том весе, в котором я была. У тебя все хорошо. Меня это не парит. Меня это не парит. Я очень горжусь тем, что сейчас имею. Мне нравится, что я вижу в зеркале. Но спорт сейчас для меня это важно. Это снова вошло в мою жизнь, как почистить зубы. Если я утром не побегала, если я утром не поприседала, если не сделала зарядку, если я как-то не подвинулась, мой день лечит к чертям. Я абсолютно непродуктивна. Я думаю, каждый спортсмен, каждый человек, который занимается спортом, скажет об этом. Энергии ноль. Да. И только ради этого стоит начать. То, что сейчас Аня говорит, это очень важно. Мы не будем говорить с очень сложным языком про цикл Крепса, про АТФ, но это абсолютная правда. У вас не будет энергии, если вы не будете заниматься. Вот так устроен организм. Но рубрика, про которую мы так ждали. За деньги да. Аня, скажи мне, пожалуйста. Вот три момента в медицине, когда нужно потратить деньги. И может быть даже это необходимо сделать. А три вещи в медицине, когда она должна быть абсолютно бесплатная? Когда надо на себя потратить деньги? На экспертное мнение, заключение экспертного специалиста. Нужно потратить деньги. Нужно потратить деньги. Это вопрос прям в лоб. Ну, как есть. Как есть. Слушай, мир не так прост, на самом деле. Все меняется, и я не вижу никаких проблем. Хочешь я тебе немножко намекну? Ну, в плане диспансеризации, например, вот хорошее слово, или даже чекапа, она должна быть бесплатная в обществе. Потому что люди по-другому ее просто не будут по давляющему большинству проходить. Ну, как тебе пример? А, например, вот то, что ты сказала, экспертное мнение, или какой-то сложный генетический анализ, который назначает специалист, за который надо доплатить, потому что государство не может за все платить. Это может быть, например, и платно. Обследование, да. Какое-то специфическое обследование, соответственно, за которое государство не может заплатить. Возможно, да, дорогостоящее обследование. Платно за деньги. Ну что, смотри, человек приходит в спортзал, он тренеру платит деньги? Платит деньги. А есть те, которые готовы не платить деньги, они сейчас ломают спину через две тренировки, и скажут, да к чертовой матери весь этот спортзал, и кто виноват? Спортзал и все остальные. А что, ты сам на самом деле виноват? Потому что он готов потратить на all-inclusive, где-то на отдыхе, но не готов потратить на тренера. Ну, точно так же, как мои пациенты готовы потратить на маникюр, но не готовы потратить на мой прием. Это такой вопрос, наверное, человеческий фактор. Вообще, честно говоря, я считаю, что человек, у которого есть какая-то проблема, ну, будем говорить про мое направление, меня сейчас, наверное, будут ругать или убьют, или вы это вырежете. Он должен заплатить, потому что иначе пациент не чувствует ответственности, он ее взваливает на доктор, говорит, вот лечи меня. А вы подумайте, хороший пример может касаться, например, взрослого человека, который изучает любые иностранные языки. Если вы за них заплатили, вы так или иначе, но хоть что-то будете учить, особенно если это не дешевый репетитор. А если у вас просто есть такая возможность, и за вас, например, оплачивает кто-то, вы можете к этому относиться посредственно. Подумайте об этом, это действительно важно. И, ты знаешь, я тебя не буду больше мучить, я, в принципе, понял твою мысль основную. Еще одна рубрика, поскольку, я еще раз повторяю, что у нас не просто уникальные специалисты, у нас люди уникальные. Ты знаешь мой хэштег, в принципе, с него началась моя социальная жизнь. Я везде и всюду. И вот давай три места в Москве любимых, которые ты посоветовал бы, и три места в мире. Боже, я в Москве, мне кажется, только работаю. Рядом с моей работой есть неплохой ресторан, куда я хожу обедать, либо встречаюсь там с друзьями. Детский ресторан, в котором я люблю проводить время со своими детьми, где тоже встречаюсь с друзьями. Пиарить не будем, вы найдете Аню Бердисевскую в социальных сетях и поймете, где она там находится. Мои любимые места, я люблю гулять рядом с моим домом, Сокольники, я люблю Краснопресненский парк, я люблю Красную площадь. Сокольники, Краснопресненский парк, Красная площадь. Теперь три места в мире. Испания. Ну, Испания большая. Испания вся. Вся Испания идет, все. Я обожаю Испанию. Давай еще. Ты по темпераменту дай, испанская. Я обожаю Испанию. Вот недавно я съездила на Кубу, потрясающая страна, всем рекомендую. Испания, Куба, ну и третья. Испания, Куба, третья. Куда бы я вернулась, куда бы я вернулась, куда бы я вернулась. Давай, давай, давай. Великобритания. Нет, я там не была. Италия. Да, можно. Да, да, можно. Франция, да. Франция, Италия. Ну, Европу можно просто посмотреть. Португалия, Португалия. Португалия. Я так и думал по темпераменту Прекрасно Ань, моя любимая рубрика Вредные советы Что необходимо сделать, чтобы были жуткие тазовые боли и недержание мочи? Первое, гуглить Гуглить лечение и симптомы Второе, заниматься самолечением Обязательно Обязательно заниматься самолечением И третье, игнорировать свою симптоматику И не обращаться к врачу, а обращаться к подружке за советами Прекрасные советы от Ани Бердетевской Спасибо, друзья У нас самая лучшая программа И у нас самые лучшие спикеры Спасибо А вот так Е!